1 октября – Международный день пожилых людей. Эту дату не обходит стороной ни одна страна. В рамках Дня пожилых людей принято окружать заботой и вниманием людей старшего поколения. И это не случайно, ведь почет и уважение к ним – долг каждого воспитанного гражданина. Только в областном центре проживает более 50 тысяч престарелых актюбинцев, достигнувших 60-летнего возраста и старше. В праздничный день Аким города Асхат Шахаров посетил на дому нескольких. Юрию Григорьевичу Пономареву 12 августа исполнилось 95 лет. Житель Актюбинска в далеком 1943 году был призван в армию. Нес службу в составе 1-го Украинского фронта. Демобилизован в 1950 году. В мирное время работал в локомотивном депо и на рентгензаводе. Супруга Юрия Григорьевича скончалась 6 лет назад. Но без внимания ветеран не остается. Знакомые еще есть пока. Родственники мало совсем. Ну вот, был брат, умер он. У него остались два сына. Один, который все время, каждый день навещает меня. Второй в России живет. Соцработник, добросовестный работник. Женщина постоянно, значит... Ну, в общем, все бытовые, как говорится, вопросы решается с ней. И покупает продукты питания, уборку делает все это. Замечательная женщина. В день пожилых людей Юрия Пономарева посетил Октябинский городоначальник. Асхар Шахаров поздравил с праздником, вручил продуктовый набор и поинтересовался бытом ветерана. Мы пришли по поводу... Первое, сегодня, вы знаете, праздник. Мы, да, в этот день почитаем возраст. Знаете, у нас ментальность такая. Я знаю. Что взрослых всегда надо читать. Я здесь родился в Октябинске. Поэтому... Ну, детство все провел с ребятами. И какой только национальности здесь не было в Октябинске. Все пересиденцы в основном были. Сын Галины Ивановой, Александр, в апреле 1982 года был призван в ряды советской армии. Был направлен в Афганистан, где через год погиб. Сейчас Галина Усиновна проживает одна. Но мать погибшего солдата не забывают и поддерживают. Морально и материально. Так недавно воины-интернационалисты провели в ее квартире ремонт. А сегодня ее посетил Аким Ак-Тубе. Аким области Лондас Эмсилович. Тоже поздравительная к вам открытка. Я вот так вот на полосу. Потом не спешу, почитайте. И в корзину. В гости, если наглянуть, поздравлять, чаю попить, посидеть, рассказать, поделиться опытом. Чтобы они тоже так отдавали себя родине. Во время войны мне 7 лет было. Партизанам носила записки. Да, видите. Вот как. Мать там косичку заплетет, эту записку. Да. А немцы что, они будут косички расплетать, что ли? Это метод был, да? Метод такой. Ну, тоже рисковали. Рисковали, да. А сама там жбан даст, чтобы там. Я пока принесу, им они расплетут. Забрали, а мне черники у жбан насыпят. Как будто я там собиралась. Вот такая была эта самая инсценировка. Всего в день пожилых работники Акимата посетили на дому 19 долгожителей и ветеранов. Владимир Федотов, Руслан Ильтаев, телеканал АкТУБ.